Расшитая бисером сумочка, над которой зимними сумерками трудилась крепостная крестьянка Пензенской области. Или посуда, в которой столетия назад, к примеру, взбивали масло. Это и многое другое сейчас можно увидеть в Чувашском национальном музее. Когда-то над этими предметами трудились крепостные крестьянки, чтобы у их барышень были красивые ширмы, шкафчики, сумочки и обложки для альбомов. Увлекаться бисером в России начали еще в 17 веке. Эти предметы быта приехали в Чебоксары из Пензы. Выставку назвали «Дивы дивная в живой старине». Там по соседству еще одна выставка возрождает традиции. Пусть эту посуду измастерили совсем недавно, зато соблюдая все старинные каноны. Одна из авторов работ представила скопинский гончарный промысел. Своим возникновением он обязан глиным, которые в больших количествах залегают под гордым скопином в Рязанской области. Вот во сне образы вижу, но, к сожалению, я их не успеваю делать, потому что, когда я просыпаюсь, ничего не помню. А так все в голове. Работаю без эскизов, в голове все эскизы держатся, как-то вот то, что задумано. Сразу воплощаю материал. Глина, бисер, лозоплетение – не просто предмет, а отражение культур. Так же, как пензенскую экспозицию увидели чебоксарцы, авторы выставки возрождают традиции, надеются, что их работы тоже отправятся путешествовать по Музеям России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова